И снова здравствуйте, друзья! Отличного вам настроения, хорошего дня и, главное, здоровья вам и близким! В этом обзоре мы с вами будем рассматривать штурмовые винтовки огромных размеров Пульсары на роботе Тайфун. Крайне эффективное оружие. Высокоскорострельное с быстрой перезарядкой очень быстро накладывает негативные эффекты на цель. И наносит потрясающий дикий урон в кратчайшее время. Это оружие осталось в балансе. В умелых руках в поединке можно даже победить противника на короткой дистанции на атомайзерах. Итак, новейший робот Тайфун накладывает сразу три негативных эффекта на цель на дистанции до 500 метров с помощью трех энергоразрядов. Стреляют они разноцветными сигналами. Выстрел происходит где-то в течение одной секунды. Поэтому нужно немного рассчитывать время выстрела и поражения цели. Поражение цели может быть не достигнуто вами, если противник за полсекунды до попадания включит фейсшифт, уйдет с траектории. Выстрелы это можно сделать, кстати, например, на роботе Даш. То есть выстрел прямой, он без автонаведения, нужно целиться. Нужно применять фиксацию цели, да, чтобы точно бахнуть спецспособностью Тайфуна. Ну и также всевозможные типы физических щитов тоже выстрел остановят. Например, щит Аегис отразит такой выстрел, не достигнет цели. А обычный энергощит, как у Хаечи, будет пробиться, соответственно, насквозь. Сквозь щит такой энергозаряды пролетят. Итак, давайте по пульсарам. 600-метровое вооружение, способным, если лавировать на дистанции, поражать цель на 605-609, максимально я фиксировал попадание за 612 метров по отметке, но это по титанам. По обычным мехам можно балансировать 605-609 метров, стабильно поражая цель. То есть имеет снаряды пульсара инерционный пролет, так скажем. Оружие шикарное. На него нужно применять именно чипы подавления, супрессор. Само оружие станет, и получается подавление и стан в кратчайшее время. Офигенно! Как я и говорил ранее в своих видео, друзья, Тайфун является классным роботом поддержки. На нем не стоит ходить в ближний бой, тем не менее, обзоры ближнего боя на Тайфунчике, конечно, будут. Оптимальная игра на пульсарах удержания определенного рубежа, и робот-охранник соответственно. Сейчас, как вы видите, на Спрингфилд, одной из древнейших карт вар-робот, я удерживаю центр в режиме превосходства. Я стабильно помогаю команде своевременными выстрелами подавления цели, наложения стана и отключения способностей меха противника за счет специальной способности Тайфуна. В этом плане новейший робот бесподобен. Итак, установлено три овердрайв. Посмотрите, какой урон наносят пульсары, при том, что пассивные модули еще не работают, друзья. Вы сейчас засечете, когда они заработают. Есть отметка на шкале в левом верхнем углу. У меня нет ластенда. Именно три овердрайва шестого уровня. Это сразу же плюс 75% к дамагу. Очень серьезно. Очень. Это огромный урон будут пульсары наносить. Причем с дикой скорострельностью. Сейчас вы видите чистую, спокойно отыгровку пульсары. МК-2 12-й с бустером атаки. Без воздействия модулей. Без воздействия у мелок пилота. У мелки пилота Тайфуна, загорелого крепкого парня Льюиса, заряженного у меня на энергощит, на броню. Ль-Хач и также разведчик, чтобы Тайфун носился просто как дикий самурай. То есть я помогаю и Титанам своим, и всем мехам в команде, по всем флангам стараюсь своевременно разряжать способность. Еще раз напоминаю, что способность Тайфуна подавляет цель, станет ее и отключает все способности и обилки вражеского меха в прицеле. Главное попасть. Итак, внимание, заработали у меня сейчас овердрайвы. И сейчас будет дикий дамаг наноситься. На разных картах достаточно эффективен будет Тайфун. И на малых тоже. Просто разносит все. Можно сказать, что сопоставима скорострельность вместе с Атамайзерами. Почему? Потому что там есть перегрев, а здесь есть перезарядка. Но здесь дистанция, здесь можно поиграться на 550, на 610. Что не сделаешь на Атамайзерах, там надо выходить на стабильность поражения, ну, чтобы качество было, да, по урону. 450-480 метров. Не дал абсолютно развернуться здесь Тайфун на пульсарах противнику. Очень серьезное оружие. Здесь вы видите Санайзер пульсара, ограниченной серии. Ну, кроме внешнего вида, ничего не добавляет. Но выглядит прикольно. И цвет выстрела в другой, эффект выстрела в другой. Вот эта заруба уже посерьезнее. Там был противник слабый. Здесь у нас есть два бойца СССР и один из клана РУ. Топовый донатор. Давайте мы сейчас с ними зарубимся. Посмотрим, как они будут эффективно использовать свою боевую технику. Я напоминаю, да, что показываю отыгровку исключительно, как робота поддержки. В атаку не хожу. А бешено атакующие Тайфуны смотрите в других обзорах. Также на канале Warzone Robots уже есть. Штурмовой Тайфун можете посмотреть. Фейсшифт наготове от атаки Скарпов. Две умелки у меня пилота на энергощит. Можно, конечно, поднимать с помощью специального пассивного модуля. Мощность энергощита на 20% ускорения его перезарядки. Но здесь стоят овердрайвы. Здесь все поставлено на дикий дамаг. Боец из клана РУ жертвуя. Своей машиной захватывает наш правофланговый. Но ситуация под контролем еще не критична. Я постараюсь подольше продержаться на Тайфуне на пульсарах. Он станется в воздухе, а значит, возможно, у него пилот Джонни стоит. Станящий пилот. Так, Рушка потерял. СССР играет более продуктивно, аккуратно. Но, по идее, они должны срочно организовывать штурм Центра. Мы готовы к этому штурму. Рушка опять бешено летит в атаку. Ему все пофиг. Настоящий камикадзе. Че, посчитаем количество ястребов у Рушки. Раз он у нас в камеру попадает. Мне удалось его серьезно тормознуть, но думаю, что взлететь он успеет. Попробую... Нет, не успеваю. Зайду под него. Нужно быстро забегать под цель наведения самого ястреба. И тогда ему будет сложнее поразить. Ему приходится разворачиваться, вертеться. Это секунды в полете, потеря времени. И можно выжить в такой ситуации. Так, я возвращаю право фланговый и топаю на центр. Большое количество ХП потерял. Пытаюсь вылавливать и выстегивать противника за счет способности Тайфуна. Хорошо заряженные мехи в СССР. Хорошие чипы на ремонт. Вижу многократное у них срабатывание чипов и на количество ХП, и в процентном соотношении к понесенному урону. В общем, заряженные парни. В последнее время СССР, ребятам разным, Санечку отдельный респект, повезло упороться на меня в нескольких обзорах, смотрите на канале. На их доблестные подвиги в составе красной команды. Столикой юмора, хочу сказать, будут эти подвиги. Ну, молодцы, порадовали хорошей игрой. Так, кружка все летает, уверенно, на ястребах своих. Я еще пока на первом мехе играю, на поддержке, аккуратно. Так, думаю, заминусуем у него сейчас еще одного ястреба. Жду прогорания Ластенда. Спасает его Хаддес, вы посмотрите. СССРовский Хаддес. Кстати, СССР применяет много Хаддесов. Все-таки достал я их, решили меня добить. Достаточно долго продержался у меня по убоям, достаточно в кипишном бою. Мой Тайфун без Ластенда. Есть у нас проседание по маякам, поэтому я сейчас пойду в дикую атаку, в жесткие размены. Я уже чувствую, что противник понес большие потери, я пока нет. И могу позволить себе достаточно жестко разменяться. Вот дикий рушка опять на ястребе фигачит. Походу у него 5 ястребов, я ничего другого у него не видел. Но, главная проблема для меня это не он со своими ястребами, он легкая добыча на самом деле. Потому что он вальяжно на них играет. Не заботясь о потерях, это прямой путь к поражению. Меня больше беспокоит найтинглы СССР, на которых они достаточно виртуозно играют. И могут попортить нервишки. Поэтому у меня есть ястреб с глазом. Специально для этого. Так, выравниваемся по маякам. Так, рушка опять там на ястребах летает. Ну, успехов ему. В его начинаниях. Нет, нужны сейчас мне сильно рисковать. Аккуратно пойдем. Мехи есть, еще бычара есть. Кстати, неплохо СССРовцы играют и на джанах. Хотя джанах, конечно, боеспособность серьезно преуменьшили. Но, тем не менее, еще машина играбельна. Но если возможность есть ее заменить тем же Скорпун, то нужно немедленно, конечно, это сделать. Так, у меня рандом. Спокойно отразив кучу атак противника, плавно выдвинулся в свою атаку. Держусь на центре. Запас есть, можно понабивать домашку, не спеша, с толком, с расстановкой. Тайфун задачу выполнил. Команде помог. Со мной два бравых испанца. Испанцы серьезные, быстрые ребята, хорошо натасканные на оборону по маякам и на контратаку по маякам. Очень интересно играют испанцы всегда. Я бы сказал, лихо играют, с ними драться очень тяжело. Так, я отдаю своего ястреба за ноденсорушки. Очевидно, что на него топовые гадалки не ходи. А теперь немножко можно пустить в бой тяжелую артиллерию. Штурмовой минус на дробошах. Все, ружка уже закончилась. Нет больше ничего в закромах родины. Всех мехов отдал. За просто так в диком порыве. И топовый ангар ведь у него. Посмотрите, да, как не надо играть. Здесь яркий пример, как не надо делать. Взяли бы центр, а трех маяков играли бы. От укрытия аккуратно, нам было бы сложно с ними бодаться. Пришлось бы постоянно выдвигаться за эти укрытия, терять свои машины, чтобы их как-то повредить. И самим взять центр. СССР тоже погорели к середине боя достаточно серьезно. У меня остался большой запас мехов. Еще три робота вместе с Титаном, да, включая. Если бы я все выпустил в начале, то ход боя был бы сломан значительно быстрее. И как бы посмотрите, как по маякам испанцы отработали. Это просто потрясающе. Ружка, конечно, молодец. Он 10 маяков взял, старался, домашку бил. Но он слился. Он погиб. Давайте на большой карте посмотрим Тайфун на пульсарах, как будет работать. У меня основная проблема всегда в таких обзорах, друзья, это маяки. Мне главное не перестоять, потому что, по сути дела, это у меня кемпер. Крутой кемпер, снайпер, подавлялка. Дружбанов, выручайка. Но, если я перестаю, есть вероятность по маякам профукать просто достаточно быстро. Есть у меня, конечно, комбинация. Да, в случае перестоя я дико иду в размены. Быстро меняю каждого ястреба на 2-3 меха противника. Или размен идет по типу, в принципе, такой ястреб на титан. Чтобы сломить охрану маяков, да, контроль сверху и с земли, в зависимости от модификации титанов противника. Но я могу пойти в дикие размены. Сейчас я увлекся, например, вот фигней занимаюсь, но вам показываю по приколу охотой на локи. Не выдержала душа поэта. И мне удалось зарядить в него способности. Довели малыша до ласта. Он, конечно, активно пытается удрать. И я у него попадаю способностью в стелсе по рельефу, только не пойму, почему он дальше побежал. Он должен был замереть. Просто неутомимый локи. Так, не вижу, куда локи делся. Видать, его союзники-то уже добили все-таки. По рельефу хорошо локи бьется, главное знать как, и чтобы прицел не скакал на его красных союзников. Вот ястреб бежит. Попробую зафилимодить. Есть попадание. Но почему-то он успел взлететь, я не понимаю. Должна была обилка отключиться у него. Ну ладно, ничего страшного, подождем его в посадке. Снова нахожу и снова выстреливаю способностью. И в этот раз он подавлен. Обилка отключилась, до ласта прожигаем. Сейчас на выходе поймаю с фейс... Да, поймал. Выходит с фейсшифта и выходит сразу в ангар. Здорово. На большой карте это просто дикая кость в горле для красной команды Тайфун на Пульсар. Постоянно подавляет, встанет и это делает быстро. А еще периодически отключает мехов противника. Просто подарок для любой синей команды. Посмотрите как рубят сейчас вот Пульсары работают на трех оверах. Просто дикий дамаг в кратчайшее время. Не даю разворачиваться. Группе вражеских мингов подняли свою эскадрилью. Видели сейчас, да? На 610, на 612 метров попадания Пульсаров по Титану. Ситуация по маякам стабильная. Спешка мне здесь на абсолют ни к чему. Не даю, не даю ему работать по команде. Чувствую у него мощные пухи. Но у нас угроза с левого фланга. И несемся туда на выручку. Главное застанете подавить. Вот здесь, конечно, отличная поддержка своих титанов. Так, защищаем левого фланговый. Противнику только остается играть. Ваньку встаньку. Взлетел, сел. Но здесь вот я уже не успею. Профилонил я вражеского ястреба. И был сожжен. Но времени на самом деле уже не так много. И враг достаточно остерчал. Поэтому... Пойдем сейчас вот как раз жесткие размены. Так, центр я защищаю. Посмотрите, как резко меняется обстановка по маякам. Видимо, моя команда, пока я занимался снайперингом, понесла большие потери. Мне сейчас все средства хороши. Главное Артура с центра выбить. Артур, походу, очень крепкий. Если я его не выбью, то моей команде будет тяжело с ним справиться. Но я отдаю жизнь своего минуса, лишь бы сильно повредить Артура или уничтожить его. В целом, ситуация еще норма. Но красные быстро выровняли по маякам. Выхожу на штурмовом ястребе на бум-боксах. Так, задача вернуть центр. И тихонько крадется тут опытный товарищ к нашему маяку. Я вынужден отходить. Я решил его резануть. Он не ждал этой атаки, крался к маяку. Думал, что я несколько занят в центре. Но я-то о нем помнил. Так, сейчас нужно аккуратно. Мы бережем время, потому что сломаться бой может каждую секунду. Но я не знаю, насколько большие потери понесли мои союзники. Перед вами одна из лучших штурмовых сборок в игре. Универсальнейшая. По всем типам мехов. И титанов тоже. Не даю забрать маяк. Иду на пресечение. Готов. Скоро на канале, друзья, для вас будет стрим Страшнейшая атака Пяти сумасшедших Папа-мобилей. В основном, именно вот таких сборок, какой вы видите сейчас перед собой. Чисто шоу, друзья, для вас. Не нужно качать пять ястребов, как сделал боец из клана Ру. Ястребов достаточно в ангаре двух. Не помешает, конечно, Скорпион, Тайфун. И обязательно Соловей. Вот вам комплексный топ ангар будущего. И для клановых боев, и чтоб тащить в рандоме. Итак, у нас победа, а мы движемся в последний эпизод в этом обзоре. Превосходство на кассл. Итак, давайте посмотрим. Вся фишка в ключевой позиции Тайфуна на карте. Эти позиции надо знать, так же, как и все прострелы на картах надо знать. Здесь нужно работать от правой заслонки внизу, у обрыва и у центральной трубы. Карта небольшая, 600-метровая. Пульсар простреливает здесь все абсолютно. Векторов превеликое множество. Нужно понимать, что ответный огонь также прилетит отовсюду. Вот для чего нужна дикая просто скорость. Поэтому умение лихач в Т4, умение разведчик, делает Тайфуна крайне маневренной машиной. И вот как раз перед вами СССР Санек. Ему больше всех повезло столкнуться со мной в куче обзоров. Тоже юморной товарищ. Смотрите, обзоры будут разные на Тайфуна. Его угораздило засветиться везде. На разных сборках я снимал Тайфуна. И вот Санечек попадался регулярно. Ну, спасибо ему, скажем, за веселые бои. Парень юморной будет выписывать кульбиты на своих мехах. Смотрите, как хорошо держит щит. Энергощит Тайфуна удар того же Ястреба, успевая заходить из-за препятствия. Останавливаю Фенрира, чтобы никуда не ушел. И методично его разбираю. Видите, какие шикарные прострелы со всех сторон осуществляют пульсары. Но совет сразу под мост лезть не надо. Давайте Санечка сейчас будет нас удивлять. Мы его застанели. Я надеялся, что его застанели над водой. Но тем не менее он настоящий ниндзя и смог зацепиться хоботом за мост. Очевидно, конечно, что он перезарядится и взлетит. Но мы не даем ему этого сделать. И бренная тушка его робота погружается в речной пучине. Санечек, как всегда, отжег. На высоте, брат. У ребят с СССР много ястребов. И есть даже тайфун. Смотрите. На тайфуне выскочил Санечек. Сейчас я допускаю ошибку. Ни в коем случае никогда не ходите на пульсарном тайфуне и вообще на сборках 600 метровых под этот мост. Я просто позволил 10 секунд еще этому маяку побыть нашим. Уже приличные потери у красной команды можно применить разменную тактику. Но все-таки не стоит недооценивать до СССР. Ребята, серьезно. Жалко, нет нуденца, который меня полечил бы, а то можно было бы пошалить. Сам по себе минус долго не играет. Ну, какие-то короткие задачи быстрые на карте способен выполнить. Вот в такие моменты минуса, как сейчас, вот лучше не выводить я поторопился. В особенности, когда мехов противника маленьких много. Вот если одни титаны, тогда полегче. Потому что когда минуса станет и подавляет, он без защиты, но быстро расстреливает издалека. А минус машина все-таки ближнего боя. вот что хорошо умеет СССР. В середине боя они выпускают Соловьев и начинают планомерный отжим маяков. Моя задача сейчас для моей команды постараться ликвидировать титанов противника. успеет взлететь. Ну что ж, можно постоять здесь, но это уже потеря времени, я люблю более агрессивную игру. Можно ждать, пока Соловей приземлится. срочно убирать вражеских титанов, они хорошо контролят центр. Можно идти на размен. У меня есть запас мехов, в отличие от красной команды, они уже большие потери понесли. Не то, чтобы я пошел в какую-то отыгровку сейчас на Скорпе, я пошел Скорпа слить. Пусть он принесет небольшую пользу, у нас есть запас по времени. И успеет сыграть у меня Скорпион, тем более поработать по Ястребу. Уже чувствуется как зажимаются красные, понеся серьезные потери. Тут уж можно просто разгуляться с разменом. Вот еще Ястребы подтягиваются, смотри-ка. Подиверсируем в тылу врага и сразу атакуя Ястреба противника. Серьезно я их связал здесь боем, они теряют время, драгоценное для них время, плюс теряют мехов. Скорпион задачи выполнил. Дальше можно жестко меняться на вражеских титанов. Пытаясь выручить союзного Ястреба мне это удается и сношу двух вражеских мехов. Пытались, конечно, достаточно в начале середине боя СССР отыгрывать достаточно агрессивно, но большие потери всегда говорят за себя. Перед вами одна из немногих сборок в игре, позволяющая в упор штурмовать вражеских титанов и их убивать. Такая сборка способна выстоять с минусом топовым один на один и уничтожить его. Итак, друзья, с вами прощаюсь, надеюсь, обзорчик Тайфуна на Пульсарах был для вас полезен. Поддержи канал лайком, не ленись, я стараюсь для тебя. Чтобы мне было интереснее, пиши комменты, ставь лайки, я сделаю для тебя много новых интересных видео. Здоровья вам близким, друзья! Увидимся на канале! субтитры сделал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон»